Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня такой короткий, необычный выпуск. Соответственно, мы находимся сейчас в очень интересном месте, будем разговаривать о посте. И чтобы мне, как человеку неразбирающимся, ничего не напутать, я попросил сейчас представиться Иоанном, и он сам вам о себе расскажет и расскажет, соответственно, про пост. Здравствуйте. Я являюсь настоятелем храма в честь святителя Спиридона и епископа Тремифунского города Самары, Протеерей Иоанн Мохов. Ну, про пост. Сейчас идет пост, на самом деле. Сейчас Успенский пост, он самый короткий в нашем церковном календаре, всего две недели, но при этом считается достаточно строгим. Начинается 14 августа, заканчивается 28-го. Успенский в честь Успения Пресвятой Богородицы, это один из главных праздников. Церкви православной. Он связан с тем, что Пресвятая Владычица Богородица прожила земную жизнь и пришло время ее кончины благой. И это, наверное, отдельная тема, об этом можно поговорить. Но, скажем, день ее успения, день покоения, день ее смерти совершенно по-другому воспринимается вообще православным. На Руси надо отметить, что в честь этого события были названы все самые главные храмы вообще исторические. Киев, Владимир, Переславль, Залески, Москва, Троица Сергия Лавра, Вполпечерский монастырь. Во всех монастырях, в самых главных городах нашего Отечества, это такой бог храм, честь Успения. Это особенная красная такая нить, умение подготовиться к переходу в вечную жизнь. По поводу поста. Ну, вообще, пост само по себе действует, предполагающее добровольное решение человека об отказе от мяса и молочной пищи. И вот мы две недели сейчас постимся. В каком ключе? У нас по большому счету веганская диета. Мы все овощи, фрукты едим. Те, кто в данном случае понимает, что не хватает белка, они включают в свой рацион морепродукты. Ну, вот это допустимо. А те, кто понимают, что морепродуктов не хватает, хотя там вообще чистой воды белок, люди добавляют себе рыбу. Ну, там, допустим, дети, школьники, беременные, больные люди, они добавляют рыбу в свой рацион. И это, скажем так сказать, из гастрономической точки зрения, это вот самая такая простая базовая история. Но есть люди, которые реально больны сильно или у них там вообще какие-то обстоятельства-обстоятельства. Допустим, парни в СВО, так сказать, чем их кормят, они то едят, там вообще не обсуждается. Или на подводной водке находишься, или в космосе, что дали, то ты и ешь. Вот это с одной стороны. С другой стороны, допустим, если человек онкологически болен, вот ему врачи говорят, слушайте, вот ваш сегодня рацион такой, диета такая. Мы здесь в данном случае говорим, мол, у тебя есть врач, и он тебе говорит, и ты соблюдаешь плотирам. Здесь нет такого, знаете, конфликта, когда священник говорит, ах, ты такой секун, ты, значит, не постишься. Ну, шел вон из храма. Нет, такого, конечно, нету, потому что мы ко всем подходим, если так нашло, если на то пошло, индивидуально. Это не то, что, знаете, так вот разумно или логично. Бог есть любовь, это должно быть по любви к человеку. Или вот, допустим, маленький человечек, он там устал поститься, вот, и он приходит с мамой, и, так сказать, мама говорит, а вот я, беда, шоколадку не разрешаюсь, а вы почему? А вот написано, что это молочный шоколад, а вы что, видели, как корову доили, как туда-то молоко налили в этот шоколад? Отдайте ему там, в том плане, что, скорее всего, там, еще заменители какие-то, эмульгаторы, и все, что там пошло. Вот, я говорю, самое главное, вы сами друг друга не ешьте, потому что проблема постящихся иногда, это просто конфликт со всеми, когда люди, ну, условно, ссорятся, спорят, ругаются. Ну, какой пост тогда? Ну, хорошо, ты там не ешь мяса, молока, а почему ты людей там всех там заел? Кого-то укусил, скажем, нервы кого-то намотал, кровь чью-то попил, но пост тогда сразу, на самом деле, проваливался. Какая-то основная идея, вот почему именно этот набор продуктов стал, а не наоборот, там, как это написано так? Так, вообще, скажем, первоначальный пост, он вообще является постом в полном смысле слова, когда люди не ели от рассвета до заката, не ели ничего, и даже не пили. Вот первоначальные поста, они были очень строгие, и пост, вот первый, который мы получаем, вообще, он идет из Ветхого Завета, он освящает Иисус Христос. То есть, 40 дней, и Спаситель вообще ничего не вкушал, мы не можем 40 дней ни есть, ни пить, мы умрем, естественно. Тут, как бы, Господа, мы нашего-то даже, вот, как бы, не касаемся в этом подвиге, но апостолы постарались поститься, как Иисус Христос, 40 дней тоже научиться, но вот как раз такой нюанс, пост был от заката до рассвета, ни вкушения, ничего, то есть, условно, там, утром поели, ну, и вечером, наверное, поели. Ну, вот, дальше все-таки все находятся в разных, полных, и климатических поясах, и в разных, так сказать, там, условно, локациях, где там холодно, где-то жарко, немножко по-другому. Пост стал все-таки упорядочен, такой некий порядок, так сказать, приходить, появляется некая такая карта гастрономическая, в которой говорится, что самое главное, то есть, если, как-то, строго у поста, у тебя исключаются вообще все продукты животного происхождения, там, и рыбы, морепродукты, все исключалось, там, условно, сухари, какие-то сушеные фрукты, там, прям, так описалось, такое сухоедение, то есть, прям, так вот, не вареное совершенно ничего, без растительного масла, категорически, и вода, ну, или какие-то там, может, морсы себе делали, соки какие-то, все очень было аскетично. Потом, опять же, поняли, что не все могут, некоторые там постятся-постятся, и буквально убивают свой организм на первом посту. Вот, посчитали, что все-таки надо где-то разбавить чем-то, даже сами монахи, священники так не могут поститься, и стали вот какие-то вещи, скажем, вставлять туда, допустим, суббота, воскресенье, это дни, где благослужения более праздничные, поэтому там пост мягче становится, вот растительную пищу, скажем, можно масло смазать растительным, ага, там рыбы добавить, по чуть-чуть, понемножку. И вот на сегодняшний момент в реальности церковь, она вообще нуждается и в еще одном, скажем, изменении, доработке вот этих правил. Почему? Потому что люди сегодня и слабее с одной стороны стали, и с другой стороны экология сильно поменялась, пища-то у нас, вот вопросом, насколько там эко, да, и бигу, так сказать, она соответствует все-таки при всех нюансах, вот. И, скажем, такой, опять же, момент, ну, одно дело, когда, допустим, непрерывные истории тысячи лет люди там передают, так сказать, с молоком матери все эти традиции, с другой стороны, у нас 70 лет советской эпохи все было забыто, потом в 91-м году все разрешили, а разрешили что? Многие даже не знают, что разрешили-то? Выпаститься. Реально себя некоторые постом прямо изнуряли так, что они там через неделю падали, приходили, говорят, у меня все плохо, у меня тут язва желудка открылась, у меня там панкреатит, гастрит, а ты что делал? Я ничего не ел, а зачем ты ничего не ел? Ну, вот я прочитал, что есть ничего нельзя, ну, ты же умрешь так, просто, а мне никто не сказал. А, ну, вот, надо по-другому. Поэтому надо какие-то вещи дорабатывать. Я думаю, что в конечном итоге мы с этим даже столкнемся, что, допустим, для детей будет один пост, для людей там, ну, допустим, болящих, там, сильно больных, так сказать, другой пост, для тех, кто, там, условно, с какими-то, живет другими вещами, с хроническими, третий пост, ну, для тех, кто вообще может, для них существует, условно, свой подвиг. Вообще в Русской Православной Церкви существует 4 больших поста и есть однодневная поста. Однодневная – это каждая среда и пятница. Мы исключаем из своего рациона, как раз, пищу животного происхождения. Опять же, здесь вот такое, почему именно, так сказать, белковая пища исключается? Ну, потому что, ну, это такой подвиг, потому что проще, понятно, что колбасы поесть. Вот, понимаешь, вот где они гуруцы? Как-то гуруцы, они такие прозаичные, так сказать, от них, кажется, человеку ни эффекта, ни насыщения, никакого толка, ну, неинтересно, там, условно, даже. Хотя, опять же, если погружаясь и в богословие, там, и в аскетику, вообще пища животного происхождения не просто человеку дает силы. Вот, у человека появляется сила на ненужные какие-то вещи. Мы же не все в пользу тратим. Вообще спортсмен, понятное дело, там, белок употребляет, он пошел в зал, так сказать, спортивный, там, как говорят, покачался, так сказать, всю переработал энергию. А человек просто ест, энергии много, никуда ее не тратит, так сказать, ну, какие-то совершает порой от этого глупости даже. То есть, по сути, это как работа с, ну, духом, психикой тоже в первую очередь. Обязательно, это должно быть, да. А не просто вот слепое, а, я там буду вести любую жизнь, но буду, по-моему, соблюдать, и все будет хорошо. Вообще это не работает. На самом деле не работает, я говорю, опять же, должно быть духовно, а включаться, скажем, психика должна включаться обязательно, должно включаться, скажем, тело твое обязательно. Причем пост, если нормальный пост, он предполагает ряд даже таких, скажем, физических упражнений, как земные поклоны. Вот если вот мы, опять же, начнем читать, там, допустим, скажем, начался пост, там вот указано, там, молишься, сделай 100 земных поклонов. А это хорошая физическая работа на самом деле. Ну, сто раз встать на колени, там, так сказать, лбом до земли, встал, поднялся, так сказать, это такая работа прям серьезная. Вот, а где-то читаешь, там, так сказать, тысячу земных поклонов полагается. То есть, вот так получается. Нормальное кардио. Да, так сказать, работаешь в этом плане. И над этим, и над этим, над этим. То есть, человек вот реально постящийся, он может достичь прям хороших результатов. Духовных, физических. Ну, а самое главное, вот эта его жертва, такая, Бога, она будет Богу год. Потому что вокруг тебя мир, ты творишь добро, Богу приносишь в жертву свой такой вот этот подвиг. Ну, вот, по любви, опять же, к Богу. Не то, что вот меня заставили, я не хотел даже проститься. Ну, вот, я прямо сам хочу ради Христа. Христос спасти, все я попробую. Наверное, такой вопрос задам. Такой небольшой, большая часть, конечно, пациентов ко мне приходит, много православных. Вот. И основная идея этого видеоролика была такая, потому что я не могу их убедить действовать по-другому. Но, как мне кажется, что здесь есть, да, какая-то середина. В общем, в чем суть, да, действительно, человек говорит, что у меня, допустим, там больше отказ от белковой пищи. И, соответственно, следующее, что он делает, он просто, это люди больные диабетом, чтобы было понятно, они просто начинают употреблять огромное количество именно углеводистой пищи. Не огурцов, там, помидоров, а в основном это крупы. Вот такой вопрос. Если он, в принципе, откажется просто от круп, но будет есть какие-то другие вещи, которые ему возможны. Ну, у него же не написано, что он обязательно крупы должен есть, к примеру. Ну, конечно. Нет такого, да? Вообще нету обязательной какой-то пищи, которую вот он должен строго там, я не знаю, пить, есть вот только это. Ну, вот я пример приведу, вот, скажем, посещал не раз Святую Гуру Афон. Это полуостров, на котором находятся монастыри и находятся только монахи. И у них там, скажем, пост это практически, ну, круглый год. У них там есть какие-то ослабления, так сказать. Ну, все равно они постятся в меру того, чтобы монах, он вообще изначально, идя на этот подвиг, на это решение, только я буду монахом, так сказать, он будет исключать в своей жизни 100% укрепление мяса. То есть они мясо вообще не едят. Там молоко, там яйца, так сказать, какой-то период они жизни едят, так сказать, все, постам много. Так вот, допустим, на Афоне у греков, когда в пост попадаешь, у них вот на стол ставятся оливки, маслины, там ставятся какие-то яблоки, какие-то фрукты, там, что он там, чернослив, там еще какие-то, не знаю, еще какие-то там зеленые, стручковые, бобовые какие-то вещи, рис какое-то количество, морепродукты в этом плане. И, скажем, сама пища, так вот думаешь, хлеб очень грубо у помола, они сами там, вот, вот эту пшеницу там перемалывают, там, лишь какие-то там зерны добавляют, хлеб у них вот такой прям тяжелый-тяжелый, так сказать, его там надо сильно сжевать, чтобы это, условно, так сказать, было пригодной к пище. Я вам скажу, вот эта вот пища, это у нее смысл, так сказать, она нестандартная. У нас как постятся люди, у нас, ну, макарон свалили побольше, вот весь пост, и маслом сверху залили растительным, непонятного происхождения. Да, да, да. А потом удивляюсь, что к концу постов плюс 5 килограмм. Вот, а ты что, я постился, а как ты постишь? Макароны с утра до вечера. Или, допустим, булку взял, так сказать, с чаем, так сказать, ну, там булку эту съел, вот. На фоне, на самом деле, вот в монастырях, ну, и в России то же самое. Очень много, скажем, так сказать, вот именно здоровой пищи, реально, ну, вот, просто ты внутрь туда не попадаешь и не видишь этого. А думаешь, ну, проще всего как, так сказать, выйти из ситуации с постом. Ну, какие-нибудь, да, то, что быстро варится. А то, что быстро варится, не всегда, ну, с точки зрения медицины, это и полезно. Да, да. И еще такой вопрос, допустим, если мы говорим об употреблении именно вот протеина, к примеру, вот мы видим, что пациенту не нравится, ну, мало очень белка, да, становится в крови, мы это померили, мы ему можем дать на это время протеин? Ну, то есть, я думаю, что да, ну, во-первых, знаете, какой момент сегодня ряд спортсменов себе считают православными, вот, и спорт во время поста не останавливает. Сейчас две недели пост, ну, короткие как бы, да, но есть 40 дней пост, 49 дней есть такой пост великий на самом деле. Вот. Они продолжают употреблять вот, соответственно, на вот эту сухую протинку, которую превращают в коктейль, вот, они берут на это благословение и, соответственно, поддерживают свою там физическую силу и мышечную массу. Я знаю ряд священнослужителей, которые спортом занимаются тоже профессионально. Ничего себе. Да, на самом деле. Интересно. Можно в следующий раз даже с ними познакомиться, я тоже засняю. Да, это, я думаю, что моим зрителям, у меня больше часть спортсменов зрителей, это было бы интересно. Да, есть, пауэрлифтеры причем. Ничего себе. Ну, нормально совершенно, да. Мой вид спорта. Во время поста, так сказать, они вот как раз могут больше рассказать, на самом деле, но вот у них там он и креатин, там, и, соответственно, там, значит, и протеин, там, еще что-то, вот эти все эти банки, так сказать, под коктейли, которые все это идет. То есть спокойно, да, к этому относимся с точки зрения? Да, и мы в этом плане точно так же к этому спокойно относимся, потому что иногда вот человек, вот, как раз проблема в том, что он хочет съесть отбивную или бишстекс, или ему обязательно в этом плане надо, чтобы был там стейк с кровью, еще что-то, а давай мы тебе, так сказать, условно, так сказать, ну, там, стакан коктейля, а он неинтересно, что там, что я выпил, а вот посидеть, условно, так сказать, подтешить себя вкусом вот этим и так далее, а тут ему, как будто там, с апельсиновым вкусом, так сказать, что это там, то сказать, он выпил, там, никакого удовольствия. Опять же, вот иногда пост лишения себе удовольствия с этой стороны, так сказать, отодвинет удовольствие на 40 дней. А то, что спортивная, ставь в этом плане. И вот опять же, так сказать, спорт – это тоже удел сильных людей. Кстати, я говорю, в какой-то степени спортсмены, они могут очень быть близки к Богу. В том плане, что верующим, так сказать, он и так верит в то, что надо заниматься. Ключи к Богу прийти, на самом деле, если вот как бы коснуться в целом сегодня молодежи, которая в храм приходит, многие люди, они либо связаны со спортом, либо, так сказать, прошли там, допустим, ну элементарно хотя бы там срочную службу в армии. То есть они дисциплина и работа над собой – это есть. Поэтому, скажем так сказать, спортсменам, на самом деле, настоящим спортсменам несложно приходить в историю с постом. То есть объяснили, ага, это можно, да мы нормально проживем. Это все равно там, что многое нельзя, то есть оно и не полезно, например, в этом плане. То есть получается, дорогие друзья, что очень неплохо коннектится у нас религия с медициной, как выясняется. У меня просто был пациент, ну даже доширак он ел каким-то образом. Я не знаю, можно есть вообще доширак? Да я думаю, что это пластная вообще химия, на самом деле. Насколько она с точки зрения именно медицины-то полезна. То есть нас это вообще не смущает. Меня смущало Дикона с точки зрения, соответственно, его лечения. И как бы проблема в том, что он доширак-то ест, а как бы просто обычную еду, даже овощи, которые, ну в принципе, нужны для пищеварения, он ест, и он это обосновывал тем, что вот, а у меня белка нет, меня ломает, значит, я раз белок не ем, я его замещаю вот в синтезированном. На мой взгляд, на самом деле, сама по себе, вот история с дошираком, это просто вот эти все вкусовые добавки, которые, так сказать, человек, опять же, нравится. И в один раз, соответственно, там сделать. Понятно, что нет никакого мяса в этом дошираке, но я получаю удовольствие от этого доширака. У меня тоже, к сожалению, дети очень любят вот эту всю нездоровую пищу. Мы с этим боремся, например, потому что я говорю, давай вот эти вилочки, куплю банку, так сказать, протеина, так сказать, и ты будешь себе коктейль оделать там. Вот он начал вздыхать, то есть, когда касательно подростка, а можно я лучше доширак? Я говорю, нет, доширак нельзя. Ну вот, или там какой-нибудь, там, можно я сникет съем, я говорю. Он тоже не полезен каждый день, там, потому что очень много сладостей всяких разных, и в этом плане они как-то влияют, на самом деле, не очень полезно на человека. Я говорю, там, сахар огромное количество, правильно, так сказать, еще очень много и так далее. И вот в этом плане, когда люди оправдывают, что им можно, я думаю, что это от лукавого. Ну и, чтобы долго вас не задерживать, заключительный вопрос задам. Вот есть такая идея, наверное, она больше, как мне кажется, лично я пока немножко подготовился выпуском, сидел по комментариям, смотрел. Мне там много писали на канал все-таки людей раньше, в основном старые комментарии. У меня как-то был выпуск, ну, тоже я коротко отвечал про углеводы, как раз про постуглеводы. Я говорю, ну, я не разбираюсь, но вот углеводы, если вы болеете, вам точно лучше урезать. В общем, смысл в чем? Смысл в том, что есть часть как раз старых этих комментаторов, они писали, что вроде как такое вообще отношение к лечению тела с точки зрения религии это плохо, потому что вроде как на все воля Божья. Как вот это на самом деле рассматривать? Ну, никто не исключает воли Божьей, но нам Бог дал тело, как некий такой уж, простите, механизм, который надо содержать, насколько, опять же, возможно, в идеальном состоянии. Мне дано, так будь любезен, это все сохраняй. То есть ухаживать можно? Ну, нужно даже, нужно, можно, так сказать. Я хочу сказать, что категорически, например, я не согласен с тем, это вообще является нарушением, даже когда человек, допустим, не лечится, не заботится о себе. И даже мы, священники, очень часто настаиваем на том, так сказать, человек приходит и говорит, а ты почему спортом не занимаешься? Это одно из решений твоей проблемы, это действительно заняться спортом, каждую нагрузку, там, что он, скандинавской ходьбой, плаванием. Вот мы даже настаиваем, на самом деле, чтобы человек, он изменил свой образ жизни, потому что это абсолютно будет правильно. Нам не запрещен физический труд, от слова совсем, но нам, наоборот, так сказать, вменяется в том, чтобы я сохранял свое здоровье, насколько можно дольше. Почему? Вот, допустим, эгоизм. Я вот говорю, ну, как Бог даст, да, так сказать, вот я заболел, я не лечусь, я начинаю становиться обузой своим родственникам, друзьям, близким, они начинают обо мне переживать, покупать лекарства, пытаться меня куда-то отправить. Они все вообще разваливаются на части, они с этим носятся, а я получаю, получается, какое-то мазохистское удовольствие, так сказать, вот они все вокруг меня. Подожди секундочку, ты зачем людям столько создал проблем? Давай-ка выздоравливай, вставай на ноги. Если тебе Бог дал здоровье, послужи кому-то, наоборот, послужи для кого-то физически сильным. Или, допустим, слабый мужчина, так сказать, и у него там жена, дети, а почему ты их не защищаешь, не помогаешь, не, скажем, так сказать, являешься на них опорой, ты для них все время обуза какая-то. Ну, в общем, если кратко, на самом деле, человек должен быть сильным в меру возможностей. Здесь не стоит вопрос о спорте высших достижений, это отдельная тема. Но свой организм мы обязаны как часы содержать в исправном состоянии, чтобы наш организм нам служил долго и, насколько возможно, исправно. Это безусловно. Дорогие друзья, я не буду больше отвлекать. Пишите ваши комментарии. Я думаю, что если людям будет интересно, мы как-нибудь еще что-нибудь сможем заснять, ответить на вопросы. Безумно счастлив, что я сегодня здесь оказался. С вами был Крафцев Сергей, настоятель. Настоятель, правильно. Настоятель, настоятель Иоанн, и да пребудет с вами здоровье. Спасибо огромное. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok